Года два назад вся эта стеночка сюда рухнула, и остались виды квартиры, как в театре, на сцене. На деньги, собранные неравнодушными любителями архитектуры, поставили новый занавес. Собственно, это все, на что хватило средств. А во что здесь вкладывать деньги, быть может, подумает прохожий. Но стоит выключить дождь и включить фантазию, и можно вновь увидеть тот богатейший особняк 19 века. Огромный дом принадлежал уважаемому купцу Илеодору Шахову. И поражал каждого изысканным декором. Сейчас же постройку частенько называют домом Старикова. Вологодский фотограф здесь давно стал единственным жильцом. Больше десяти лет назад он отказался от благоустроенной квартиры в пользу особняка. Тогда он думал, его главным врагом станет непогода. И сильно ошибался. Бояться уже надоело. Тут бывает страшнее, не страшнее, страшнее. Противнее, так сказать, наши люди, наши человеки. Не буду стрелять. Короче, приходится вот этим защищаться. Дом поджигали трижды, дважды. Внутри в этот момент были люди. Из-за пожаров и времени памятник федерального значения стал разваливаться, расползаться на глазах. А никому и дела нет, вздыхает фотограф. Восстанавливать или хотя бы консервировать здание, городская администрация, а ей принадлежит большая часть дома, не спешит. Единственный выход – искать инвестора и предлагать максимально выгодные условия. Соответствующее постановление, оно касается муниципальных памятников архитектуры, было принято 4 июля правительством области. Документ устанавливает для вкладчиков льготные цены, начиная с рубля за квадратный метр. Мы рассчитываем, что данные действия позволят привлечь частные инвестиции на сохранение объектов культурного наследия, а также привлечь средства за аренду в местные бюджеты. Обязательным условием в данном случае договора аренды будет являться осуществление работ по сохранению объекта культурного наследия. Деревянная Вологда растворяется, как кусочек сахара в стакане чая. Когда мне говорят об отсутствии денег, я вспоминаю мудрую фразу, которая Сократу приписывается. Отсутствие денег – химера. Деньги есть всегда. Вопрос, в чем кармане. Вот всего 10 слов. Но если уж мы говорим о том, что у государства, у муниципалитета денег нет, то надо идти с поклоном к возможным инвесторам. Причем этих людей холить или леять. А между тем, проект «Аренда за рубль» уже давно реализуется в других городах России. В Москве уже отреставрированы сотни памятников. Среди них знаменитый дом с креатидами, например. В Вологде положение вступит в силу через неделю. Тогда же городские чиновники составят перечень лотов. И только от их работы зависит, будет этот реестр для построек вторым шансом или станет лишь списком некогда существующих старинных зданий Вологды. Ольга Амелина, Алена Александрова, Василий Попурин, Николай Замараев. Новости Вологды. Новости Вологды.